Улица Полевая – граница нового и старого асфальта. Кстати, новый здесь появился в этом году. Вот только жители села утверждают, что их обманули, так как деньги они собирали на совсем другую часть дороги. А вот и сами возмущенные сельчане, которые пытаются восстановить справедливость. Здесь вот ездит только одна улица, ну магазин еще там машины. А здесь-то весь поселок ездит. А потом мы узнаем, кто не сообщил нам об этом, что будет только вот от магазина и все. А потом уже, когда построили дорогу, тогда нас поставили в связи с селеком. Короче, нечего ловить. То есть вы приехали нам сказать, что вы приехали нам сказать, ребята, отдыхайте, что хотите, то и делайте. Я вам такого не говорю. В общей сложности асфальт раздора обошелся в 1 миллион 511 тысяч рублей. Деньги на асфальтирование полевой собирали активисты для участия в программе поддержки местных инициатив. Отдали сельчане 125 тысяч рублей. 1 миллион 300 тысяч выделил краевой бюджет и часть муниципалитет. Вот только при сборе средств речь шла о проблемном участке дороги от трассы, так как им пользуется все село. Пообещали эту дорогу. Ее в прошлом году заасфальтировали. Но это так просто. Туфта была. Бросили просто. Типа шлака сухого. А нынче, что он опять уже развалился. А никому же не надо. А нас не будет делать. Если советчица наша, она не будет делать. На вопрос, почему изменили выбор места кладки асфальта, нам ответил председатель той самой инициативной группы. Ну мы же не инженеры, не строители. Не дорожные рабочие. Мы же не понимаем так. Дорожные приехали, посчитали, посмотрели. Мы бы там эти миллионы просто бы похоронили и все прямо. И выбрали здесь участок. Тоже был печально. Печально было все там. Но это только одна из версий, которая гуляет по селу. Ваш же житель написал заявление во все органы о том, что получается очередной раз, как вы сейчас говорите, район не делал, так и он считал, что мы будем заматывать и прятать их непосредственно деньги вместе с вами. Вы желаете быть участниками в этих проблемах? Я – нет. Проекты поддержки местных инициатив – это прерогативы целиком сельских советов. Администрация района к этому проекту никакого отношения не имеет. И поменять одно место на другое могла только инициативная группа, которая первоначально занималась этим проектом. Не, я считаю, у нас проект удался. Отлично. Скажите, вы сами живете в какой части? Вот, вот здесь. Вот нам дом. Что? Машины нету, хожу пешком. И так получилось, что заасфальтировали вот рядом с вашим домом? Ну как с вашим? Вот, 411 метров получается туда. Конечная автобуса там школьный, рейсовый. Недовольная часть жителей Бажова в такое совпадение не верит. К слову, асфальт – это только одна из тем, которую активно оспаривают люди. Я вчера тоже шел и упал на ровном месте. Ты что? Это никто не виноват. Ну так, а там кто-то виноват. Это у тебя зрение плохое. Конечно, плохое. Но я не говорю, что мост плохой, а я радуюсь. А вы прожили здесь, ползали по этим плашкам. Вадик, радуйся, радуйся. И не упал оттуда? Радуйся. Ты свои мнения говоришь, а я свои. Какие свои дуракные мнения? Дорога от кладбища, она просто необходима. Я не понимаю, почему Алтай-Автодор не возьмет хотя бы часть дороги, потому что это съезд на Новосибирскую трассу. Я не понимаю, почему в каких-то других селах все это достаточно быстро делается у нас в проволочке. По словам администрации Первомайского района, в этом году заасфальтировать другую часть улицы не получится. Единственный вариант – участвовать в программе поддержки местных инициатив в следующем году. Вот только жители боятся, что асфальт появится опять не в том месте, в котором они ожидают. Правда, обсудить пути решения все же согласились. Следующее собрание проведут уже 16 июня. София Ценко, Алексей Фризин. День с толком.